Сделать город чистым, привлекательным и комфортным для проживания – основная задача, которую ставит перед собой новое руководство города. Перезагрузка городской среды – дело небыстрое и требует немалых средств и усилий. За три месяца работы уже сделаны большие шаги. Есть и проблемы, но они решаемы. Как известно, Серпухов – один из городов, который попал в красную зону по количеству незаконной рекламы в 2014 году. Например, было выдано всего 89 разрешений на размещение рекламы на фасадах домов, а размещено 783. В этом году 113 конструкции имеют разрешение и 241 размещена незаконно. По словам начальника отдела рекламы Анастасии Падалкиной, ведется планомерная работа, но существуют проблемы с собственниками, не все из которых идут навстречу и выполняют предписания вовремя. В дату 17 августа 2015 года предписание выдано на 194 рекламно-информационные конструкции. Исполнено предписание уже 113. В данном случае нам помогают и сотрудники УВД, которые выходят вместе с нашими сотрудниками. Всего демонтировано 155 рекламно-информационных конструкций, из них 42 баннера с ограждений, потому что ограждения тоже очень сильно были увешаны, скажем так, тоже работа ведется и в этом направлении. Что касается благоустройства городской территории, результат работы уже налицо. Каждый день в городе ремонтируются дороги, на стадионах и во дворах появляются детские спортивные площадки. Согласно закону о благоустройстве и программе губернатора Подмосковья, каждый год должно быть благоустроено не менее 10% дворовых территорий. В Сербкове на 2015 год запланировано благоустройство 52 дворов, что на 6% больше требуемого объема. Программа предполагает комплексное благоустройство дворов, которое включает в себя асфальтирование, освещение, благоустройство парковок и детских игровых площадок. В городском округе имеются все условия для размещения современных универсальных спортивных и детских игровых площадок, для установки игрового оборудования, удобного, технической эксплуатации и привлекательного внешне. В недавнее время в городе появилось сразу несколько новых современных детских площадок. Малые игровые форумы установлены на стадионах Труд, Старт, Спартак, на улице Подольская. А в данный момент ведется установка игрового оборудования на улице Ворошилова. После майского визита в Сербков губернатора Андрея Воробьёва городу были выделены дополнительные субсидии на ремонт дорог в размере 63 миллионов рублей. А также 8 миллионов на приобретение спецтехники. Город Сербков пошел в программу капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования. Дворовых территорий, квартирных домов, проездов, дворовых территорий с условиями софинансирования. 40% из областного бюджета и 60% из городского. Выполнена работа по асфальтированию дорог общего пользования. Улица Октябрьская, улица Береговая, улица Форса. Узнать подробнее о том, какие дороги планируется отремонтировать в ближайшее время, можно на официальном сайте администрации города. Дмитрий Жариков порекомендовал обратить особое внимание на качество производимых работ. В следующем году мы должны предусмотреть денежные средства, в том числе на бордюры. Если технологически и безопаснее на детских площадках иметь прорезиненное покрытие, что правильно, наверное, на сегодняшний день, давайте об этом будем думать. Но все списывать на недостатки бюджета, наверное, тоже неправильно. Может быть, мы сделаем на 20% меньше от запланированного, но сделаем с тем качеством, которое требуется. Председатель комитета по образованию Любовь Владимирова доложила о готовности образовательных учреждений к новому учебному году. С 10 по 14 августа проходила приемка школ, в ходе которой комиссия указала на некоторые недочеты. В целом, учебные заведения готовы к встрече школьников. В декабре 2015 года в городе появится 100 дополнительных мест для дошкольников на базе прогимназии «Радость» и «Центра детства». Также большое внимание уделяется комитетам по образованию программе «Доступная среда». Продолжается обеспечение образовательных учреждений условиями для создания безбарьерной среды. С 2014 года образовательные учреждения включены в программу «Доступная среда». В прошлом году были оснащены подъемниками, аппаратурой для детей с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, пандусами учреждения 9 и 12. В этом году сейчас осуществляется поставка и установка необходимого оборудования в школу номер 1 и 6.